и поливают нашем сквере сегодня всем привет сегодня у нас прохладно пасмурно и как-то будто бы накрапывает дождь но это такая небольшая передышка на следующей неделе опять будет жара такое комфортное время чтобы погулять вот и мне тут нужно в сторону взлетки дайте можно было доехать но я хожу пока муж у меня уехал в огород с дедушкой я решила пробежаться ноги забежать в планету там открылся стокман и бенетон бенетон у нас когда-то был но давно давно куда-то девался вот а теперь его открыли в планете я давно хотела попасть в этот стокман смотрела видео марины михиной но часто посещала этот магазин финский как там называется финский магазин мультибрендовая одежда чисто позыри девочки позырингом заниматься лаппингом не скажу чтобы шоппингом вот как хорошо после жары вот ощутить эту прохладу хотя лета у нас так короткая потом 9 месяцев холода но все равно устаешь пойду пешком ну заодно и прогуляюсь пирожка пирожка на счастье хорошо ой как хорошо вчера нас с работы отпустили уже 12 часов потому что такое пекло что невозможно здание находиться и дома невозможно находиться я вчера пришла меня аж прямо размазала думаю нет надо вставать что-то делать нечего сидеть иначе меня тут по дивану размажет и не охота жарко вот как то так уже начала заниматься домашними делами пойду по армейской там конечно не очень комфортно вдоль дороги темно это самый короткий путь до того места куда мне надо на улице прохладно но чувствуется влажность все равно какая-то влажность есть вот иду и смотрю здесь у нас ну назывался коровий лог видимо все будут сносить ведутся ремонтные работы в районе домов краснодарска 17 что-то здесь будут наверно строят вот сто процентов такое хорошее вот здесь место могут и дома ставить точечно это застройка ой но тем не менее делают а люди здесь живут вот там вот за забором стоят пару домиков ах я наверное здесь не пройду асфальт может быть раскурочили ну конечно все ремонтируют все нет надо быть бежать быстрее бежим 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 а куда вы едете здесь же дорога закрыта ой 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 а нет вот там хорошо уже не успели либо теплотрассу тут будут новую укладывать либо что-то и видите здесь дом еще вот стоит сколько он еще простоит когда его снесут дорогу покрыли битумом вот сейчас переходить я здесь вообще не хочу иначе обувь по порчу он прилипает и его уже не отодрать от подошвы наверно где-то вот там надо переходить вот это прямо убийство для обуви тем более для белой ой ой ну все залили битумом ребята ну где ж мне перейти то я не хочу портить обувь ой как хорошо на улице прямо радуюсь для прогулки это самое она придется делать крюк вон аж до того светофора ну ладно я все равно шаги наматываю пойду туда он аж где переход потом буду возвращаться он на ту улицу армейская называется вообще если хотела присмотреть курточку может быть в этих магазинах что-нибудь пригляжу присмотрю о белорусские распродажа 30 и 40 процентов это я вот там примеряю платье вот и курточка вот на на осень на на раннюю осень у меня есть но она уже такая старенькая я еще вот покупала расцветка такая милитари вот но я из нее выросла нет я ее могу надевать но она мне мелковатой стал очень наверно лет я не помню наверное лет пять назад покупал одновите выросла за время пути собачка могла подрасти вот я и подросла так что вот хочу присмотреть курточку присмотреть подумать как я люблю переболеть этой курточкой надо не надо вот я уже в планете он иконика открылась и вот он color бенетон ну давайте в иконику спиро зайдем шарфики такие 9 сколько то не в общем 10000 шерстка шамир и сумочки прямо леопардовый рай сумочки ремешочки профильки рубашечки 50 процентов скидка пишут что 3 500 платится 5 здесь уже 30 процентов красное платье сколько она стоит 2 799 2 800 вот такой джемпирог как крючком вязаный сейчас распродажа 60 процентов 30 328 тысячи вот здесь уже 60 процентов такие вот свитшоты по 3 тысячи две тысячи вот здесь уже 60 процентов такие вот свитшоты по 3 тысячи вот платье халат Ну, как я люблю. Сколько он стоит? Пять тысяч. Вискозный, походу. Мужской пойдем, нет? Шапочки. Ну, кстати, шапочка неплохая. Сколько она стоит? Ну, ешки-матрешки, пока развернешь. 2600 такая шапочка стоит. А состав? Вот состава я не вижу. 86... А, 80 шерсть, 20 полиамидное волокно. Хороший состав. Нет, она узковатая мне. Мне нужны такие, как... Побольше. Чтобы была такая, не в обтяжку. Брючки трикотажные. Сколько они стоят? Да, что цены прячете, да? Их, их, их. 8000 такие брючки стоят. Подолазочки. Вельвет. Носки 1404 пары. Здесь есть еще второй этаж. Вот одного до шести лет. Так. Тут девочки, а где мальчики? Башечки всячески. А совсем на малышей. Так, это шорты. Ух ты, совсем на малышечек. Что это такое? Так, розовенькие штанишки. Но нам розовенькие-то не надо. Кажется, это большеватая еще будет. А, это девочки вообще. Тут распродажа. Это совсем на больших девочек. Ох, лапша. У меня такая была кофточка лапша. Так. Вот курточка мне понравилась. Ну, это мне надо все спрашивать у родителей. Что им надо. Что надо мальчику нашему. Ой, какие яркие. Потому что я без спроса-то купить не могу. Они сейчас же сами все знают. Что им надо. Их детям. Вот такой красивенький магазинчик. Ну, вот такой вот магазин. Для себя ничего не увидела. Ну, как-то и не надеялась. Ну, в планете везде распродажи. Прямо-таки. 50, 70. Вон, опять распродажи. Мак распродажи. Распродажи. Она же Zara. Тоже 70%. Девочки, это вот марк. Тройка. 48 давайте. Купальник присмотрела. Ну, вот такой мне даже. Ну, хотя бы средняя. Ну, я поняла. Ага. А вот этот купальник с какую цену. Тоже неплохой. Сейчас посмотрим. Ну, я уже склоняюсь к слитному купальнику. 4099. Тоже неплохой. Вот этого мне уже не надо. А вот эти вот купальники мне нравятся. Надо будет приехать померить. Сейчас я не готова мерить. Все. Купила себе нижнее белье. Посмотрим, как носиться будет. А вот и Stockman. Ну, мультибрендовый. Собранный много брендов. Кто-то там. X-Prit. Марка Пола. Сумки Марка Пола. Пляжные. Босс. Вот такое полупальто. Не знаю, что это за марка. Франко Велла. Адидас. Рибок. Наф-наф. Давно эту марку не видела. Наф-наф. Но вот тут она представлена. Уховики. Геокс. Так музыка орет. Я боюсь, что меня забанят. Просто-напросто. Вот такая Геокс. Сколько? 25 990. 26 тысяч. Эсприт. Эсприт. 290. Скидка 30%. Вот эсприт. Тоже 2,150. Такого, как лососевый цвет. Не знаю. Кстати, турецкая марка Эпикель. Здесь тоже имеется. Но это надо быть очень смелым человеком, чтобы носить вот такое. Вот любимая тема сумки. Валентина. Пожалуйста, Гвес. Рюкзачки. Кроссбоди. У меня невестка любит Гвес. Эту марку. Так. Здесь, значит, есть еще Фурла. Фурла. Фурла или Фурла. Кто как называет. Афина. Кочанели. Такие малютки. Даже не знаю, сколько стоит. Я даже боюсь предположить. Даже, наверное, на них смотреть не будем, да? Или посмотрим. Вот у них... Ой. Тут паспорт изделия. Все как положено. Я думаю, дорого. Морелла. Морелла у нас есть магазин на Мира. Вот такое платьице, допустим, стоит у Морелла почти 15,5 тысяч. Вопрос за что? Ну, хлопок просто изумительный. Тонкий, притонкий. Наверное, это батис, скорее всего. И это стоит почти 7 тысяч без 10 рублей. Такая блузка. Морелла. Я решила съесть Синабон. Вот такая классическая булка с корицей и чай. Так, это я в окей. Смотрите, что нашла. Здесь уже есть набор для быстрого приготовления оливье. И стоит это... И стоит я не знаю сколько. Для винегрета даже есть. Заморачиваться вообще не надо. Вставляете? 219. 220 рублей. До чего дошел прогресс? Там 900 грамм. Вот. Окей преобразился. Окей преобразился. Так. Ну, здесь все хлебобулочные, овощи. Я отсюда, понятное дело, ничего не потащу. Как всегда, много салатов всяких разных. Винегрет, кстати, есть. 28. Я, наверное, куплю на винегрет. Да и сделаю. Что покупать-то? Так. Тут тоже уже все готовые. Блинчики со сгущенкой. Пожалуйста, ажурные. А сколько стоят? Цены разные. Здесь уже горячие. Так, сколько? Ну, подорожало все довольно-таки. Фарш говяжий стал 559 рублей. Мяска немного подорожала. Вот это вот мясо свинина, окорок, она почти 300. Не очень и подорожала. Говядина, курица. Так, это 219. Ну, я сюда на районе возьму. Отсюда, конечно, не потащу. Вот такой стал теперь магазин. Реконструировали его. Взяла майонез с оливковой рябой и взяла капусту квашеную. Хочу сделать винегрет с квашеной капустой. О, боже, опять очереди. Когда что-то кончится. Постоянные очереди. Даже в кассу самообслуживания. Давно я здесь не проходила или что? Наконец-то это поле чудес начали осваивать. Здесь будет бассейн, тренажерные залы. Даже, по-моему, не один бассейн. Вот для Северного это вообще очень хорошее сооружение будет. Ага, вот. Вот. Да, ну, здесь раньше был рынок. Потом что тут было? А потом ничего не было. Заросшее поле. Вот сейчас строительство ведется. Я подумала, сперва что слышала. Но подумала, что открытый что ли какой-то бассейн нафиг он нужен здесь. А оказывается, вот такой комплекс. Хотя, вот там, вот в тех домах, во втором, по-моему, там есть тоже спортивные залы. Ну, здесь уже с бассейнами. Бассейны, видно, что небольшие. Ну, и хорошо. Вот детский лягушатник, видимо, будет такой. Будет куда ходить с местным жителем. Опять же, конкуренция Соколу. Ну, Сокол мне как-то не очень нравится. Там такая, значит, в сабдепе. Деньги не особо хотят, видимо, вкладывать. Так, окончание работа. Апрель 25-го года. Ну, вот. Полтора, считай, года, да? В мае. А, в мае начался. 26-й, 25-й. Три года будет строиться. Ну, а это всё после администрации, где метро строят. Всё оттуда притащили. Главное, чтобы не забросили. Солнце вышло, уже потепло на улице. Даже, можно сказать, жарко. Всё, девчонки, я зашла домой. Так, я себе. Это я пока упираю. Пойдём, чудо в перьях. Пойдём. Ну, пойдём. Мама в 10 ушла. Время 3 часа дня. Скажи, где тебя носила? Ребёнок голодный. Вот. Голодный ребёнок. Сейчас буду кормить. Конечно. О, девочки, у меня таз огурцов. Я не знаю, что с ними делать. Я как-то не любитель солёных огурцов особо. Но они огромные. Уже не знаю, что делать. Уже чуть ли не с чаем их пью. Так, у нас открылся здесь вместо командора хороший. Вот эти вот доктор Кёрнер. Кёрнер или Кёрнер. Короче, доктор какой-то. По 30... Не помню. По 36 рублей. Надо, кстати, ещё сходить купить. На работе хорошо их использовать. Вместо хлеба. Курочка ряба. Да ничего особого не купила. Сейчас вот сахар хорошо там навес был. Сахар, свёкла. Что у меня тут? Где-то морковка была. Морковка. Я намерена сделать эти виногреты с квашеной капустой. Взяла вот в окее. Мне же и не надо много. Боже мой, кто там? Эй, мужчина, вы... Ну и всё. И больше ничего. Ну вот плавочки себе купила. Ну что же их показывать, что ли, да? Сына! Малыш! Мау! Да, я знаю. Давай будем кормиться. Фух! Вот такой вот день, считай, прошёл. Прополкала. Все ноги отходила. Съела синабон. Да большой такой, знаете. Классический. Чувствую, что много. Прямо вот много. Пришлось отрабатывать. Пошла потом я из... Из планеты. Что-то там... Я что-то не помню, там был, читай, город или нет. В общем, дабы сжечь этот ненавистный мне синабон, я пошла пешком до июня. Вот представляете, из планеты до июня столько прочапать. Но в итоге я сегодня ходила пять часов. Я нигде не присела. А, ну кроме как синабон и чай попить. И нигде не так и больше не присела. Всё ходила и ходила. Я, наверное, сожгла миллион калорий. Я даже, наверное, в минус ушла. Вот. Ну, вот все покупки. Что касается вот Беннеттон и этот Стокман, я как-то не впечатлилась вообще. В Беннеттоне мне понравилась детская. Но это надо мне у своих молодёжи спросить, что надо. Потому что вот так покупать на обум я не умею. Мне надо вот как-то это. Надо, не надо, что удобно, что вот сейчас. Вот сейчас уже не надо будет, а уже что-то такое. В общем, вот так. Так присмотрелась. Зырингом занималась, лаппингом занималась. Всё, больше ничего. Вот так вот весь день прошёл. Хотелось сегодня окна мыть. А потом думаю, я, наверное, вечером их помою. Когда уже солнце сядет, уже будет более-менее. В глаза не било. Вот. И всё. День, считай, прошёл. Один день выходного, субботы, считай, прошла. Завтра день не считается. День перед поднедельником вообще не считала. Ну, вот тут сейчас муж, может, приедет и пораньше с огорода. Может, его уговорю помыть балкон. Хотя, вряд ли. Жара. Сейчас на улице опять становится жарко и влажно. Да, хорошо, что у меня рюкзак был. Марк у меня. Никакой он лежит. И я тут никакая ноги вытянула. Всё. Без ног. Оттоптала стеноки. Маруся. Маруся. Эй. Эй. О, он меня щипинает. Вот так вот. Вот так и живём. Да. Вот такие дела. Всё. Ну, вот на этом всё. Все сегодняшние гульки, зыринги и лапинки закончились. Жарко. Всё. Всем спасибо. Всем пока-пока. Пока.